Ревность на грани безумия. В Краснодаре будут судить пенсионера, который убил свою крестницу. Пел песни и уверял, что продает сушеную акацию. В Каневском районе задержали наркоторговца с фантазией. Драка, переходящая в убийство. Приехав по вызову, полицейские нашли обезглавленное тело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контрафактной коллекции кинофильмов в стражном порядке сообщил правообладатель. Коммерческие пираты, кроме фильмов, на прилавке выставили диски с программным обеспечением и играми на компьютерной приставке. Сейчас носители находятся на экспертизе. Одновременно специалисты пытаются установить нанесенный правообладателю ущерб. Если он превысит 100 тысяч рублей, то предпринимателей ждет уголовное разбирательство. Продавцам пиратских дисков придется заплатить крупный штраф. Полицейские выяснили, что хозяин магазина уехал за границу и с нетерпением ждут его возвращения на родину. В Краснодаре будут судить крестного отца. Речь идет не о криминальном авторитете, а о пенсионере, который убил свою крестницу. Что толкнуло мужчину на отчаянный шаг и почему он лишил жизни родного человека, расскажет Инна Волкова. Он ударил меня сначала, я упал. Сказали, как это было? Упали вы? Да. Таня вот здесь ушла. Я когда упал, нож вытащил. И ударил его. Сказываете, как, каким образом? Сейчас перед обвиняемым манекен в его руках пластиковый нож. Бутафория ломается отвердое туловище куклы. Но почти год назад на этом же месте житель Кропоткина лезвием настоящего ножа пронзил двух человек. Свою крестницу и ее коллегу. Каким образом вы нанесли Татьяне удар? Тоже смешалось, да? 32-летнюю Татьяну, по словам следователей, с крестным связывали не просто дружеские, а любовные отношения. Пенсионер с ревностью относился ко всем знакомым возлюбленной. Однажды она задержалась на работе. Мужчина отправился ее встречать. Дорога домой лежала через лес. Этот путь стал для Татьяны последним. Увидев женщину, идущую по дороге вместе с коллегой, пенсионер ошибочно воспринял то, что не обнимаются, и на почве испытываемой ревности достал из кутки нож и нанес поочередно многочисленные удары. Сначала мужчине, ему он нанес не менее 10 ударов, а затем и женщине, причинив ей не менее 8 ударов ножом. От полученных повреждений оба потерпевших скончались на месте. Сыщики сразу заподозрили крестного отца убитой. Стали задавать вопросы, и мужчина во всем сознался. Вдобавок рассказал следователям про боевой арсенал, который 20 лет хранил у себя дома. Порох и пистолеты переделаны из сигнальной ракетницы и газового револьвера. Теперь крестного отца обвиняют сразу по нескольким статьям. Двойное убийство и хранение оружия. Скоро состоится первое слушание по делу. Наказание пенсионеру грозит нешуточное. Он может до конца своей жизни остаться за решеткой. Инна Волкова, Артем Лычко, 9 канал. Человек поющий и с хорошей фантазией попался сотрудником уголовного розыска в Каневском районе на продаже конопли. Оперативники совершили контрольную закупку, а потом открыто постучали в дверь торговца. На руках у полиции доказательства. Газетный сверток, в котором рядом с надписью «Навстречу клиенту» стакан конопли. В ходе проведения контрольной закупки у данного гражданина была закуплена зеленая масса в шести пакетах. Данный гражданин сам все это приготовил, высушил и подготовил сбыту. Совершая закупку, оперативники вручили мужчине тысячу рублей. Деньги он так быстро и тщательно спрятал, что половину из них уже при обыске так и не нашли. Где еще 500 рублей и плантация с коноплей задержанный, рассказывать отказался. Вместо этого он спел. Группа крови на рукаве, пожелай мне удачи в бою. При обыске в доме полицейские нашли несколько свертков. Спрятаны они были в разных местах, но не очень тщательно. Газеты сверток с веществом зеленого цвета, растительного происхождения. Предположительно, конопля. Если полицейские предположительно называли вещество коноплей, то, по мнению продавца, на самом деле это были листья акации. Зачем клиентам потребовались сушеные листья акации и почему она пахнет, как марихуана, задержанный рассказать не сумел. Если вину мужчины докажут в сбытии и хранении наркотиков, то он может отправиться за решетку на 10 лет. В Курганинском районе расследуют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Тело старшего лейтенанта с огнестрельными ранениями нашли в недостроенном доме его родственницы. Молодому человеку не исполнилось еще и 30 лет. Сейчас следователи изучают все обстоятельства гибели полицейского. Основные версии это суицид и умышленное убийство. В Лобинском межрайонном следственном отделе в Следственном комитете Российской Федерации по Краснодарскому краю поступило сообщение по факту обнаружения трупа сотрудника изолятора временного содержания в Курганинском отделе Министерства внутренних дел с двумя гостями ранениями. В настоящее время по данному факту в Лобинском межрайонном следственном отделе проводится проверка. В тот день офицер полиции сменился с дежурства, не сдав табельное оружие. Лейтенанту пытались дозвониться родственники и сослуживцы, но безуспешно. Нашли его только после того, как соседи увидели знакомую машину рядом со строящимся домом. Полицейским Адыгее пришлось идти по кровавым следам в буквальном смысле этих слов. Разыскивая человека, который буянил в магазине поселка Краснооктябрьский, оперативники отправились к нему домой. На бетонных ступенях, ведущих к входной двери, полицейские увидели пятна крови, среди которых отчетливо проступал след человеческой ноги. В ходе осмотра двора домоводения в поселке Краснооктябрьский стражи порядка обнаружили обезглавленный труп мужчины приблизительно в возрасте 25-30 лет. На теле погибшего имелись несколько ножевых ранений. Дверь дома была заперта, однако свет внутри и работающий телевизор свидетельствовали о том, что в нем кто-то есть. Голову убитого полицейские нашли рядом с телом, отправились к дому и потребовали открыть дверь. Но ответа не дождались и приняли решение ломать замок. В доме обнаружились следы недавней пьянки, а в одной из комнат на полу пьяный спящий хозяин. На его одежде, а также в нескольких местах дома оперативники увидели кровь. Человека попытались привести в чувство и попросили документы. Он ответил, что бумаги в милиции. Документы где сейчас находятся? У них находятся. Силовики уже выяснили личность погибшего. Им оказался житель Адыгея, 77-го года рождения, который был судим пять раз. В отличие от него, подозреваемый в убийстве до этого происшествия обошелся без судимости. Полицейским в Сочи пришлось гоняться за сумкой, которую не смог удержать в руках хозяин. Силы оставили мужчину после того, как неизвестный прохожий ударил его камнем по голове. Нападавший воспользовался тем, что на улице темно и незаметно подкрался к мужчине сзади, когда тот проходил по мосту через реку Мзымта. Стал оборачиваться, получил сзади по голове удар. После этого я отвернул в сторону, он попытался вырвать сумку. Какой шум? Вот эту сумку, она висела у меня на правом плече. Сознание мужчина не потерял, но пока приходил в себя от шока, сумка пропала. Молодой человек поспешил к полицейским и уже в сопровождении стражи порядка вновь встретился с нападавшим. Им оказался житель соседней республики Абхазии. Однако задержанный утверждал, что к преступлению не причастен. Прошел в это неизвестное лицо человек, сотрудник мне что-то показывает на меня. Он говорит, меня в два раза в камень кидал в голову, хотел, а не от меня сумку. И указал на вас? Да. Вы данное преступление совершали? Нет. Парень приехал в Сочи на заработки, теперь он фигурант уголовного дела. Стражи порядка подозревают, что нападение с камнем в руке не единственный проступок задержанного. Если вы пострадали от действий этого человека, позвоните по телефону, указанному на экране. Это был последний на сегодня материал программы «Что случилось?». В студии с вами работал Николай Филаткин. До встречи в эфире 9 канала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова